По модели исторических записок или записи историографа, есть разные переводы, в дальнейшем стали писаться так называемые стандартные или династийные истории. Первая такая, которая повторяла по своей структуре труд самотяния, появилась в первом веке нашей эры — это Ханьшо, история Хань. Затем они стали появляться дальше и дальше. В итоге получился огромный корпус из 24 или в разных изданиях 25-26 стандартных историй, последняя из которых посвящена последней императорской династии в Китае, Маньчжурской империи — Цин. Этот труд называется Цинши Гао, то есть черновик истории Цин. Он был написан уже в 20-30-х годах XX века, но это просто скромность, потому что уже не было императора, который мог дать официально статус этой стандартной истории, поэтому он называется «Черновик», на самом деле полностью истории. Это, конечно, тоже очень многое говорит о Китае, когда по одной и той же модели пишутся исторические труды. Они иногда авторские, иногда коллективные, но вот на протяжении более чем двух тысяч лет. Это, в общем, тоже, конечно, на мой взгляд, дорогого стоит. И вот первый в ряду этих стандартных историй — это как раз и мытянь. Хотя он, конечно, самый новаторский, самый интересный, пожалуй, из этих 24-25-26, но знать про это тоже мне бы хотелось, чтобы вы об этом знали. Теперь поехали дальше и переходим, собственно, к мальчуковой части рассказа про УДИ, а именно про войну. Действительно, помимо всяких реформ, идеологий, ритуалов и прочих, про которые мы с вами говорили в прошлый раз, он с самых первых лет своего правления думал о том, что нужно перестать платить дань Сюнну, и, собственно, это и было сделано, и что нужно готовиться к войне с ними, потому что империя Хань не может никому платить дань, не может ни от кого зависеть, все враги должны быть побеждены максимально эффектным образом. Поэтому при этом он понимал, что сразу, очертя голову, бежать, значит, в бой — это не очень разумно, поэтому он начал готовиться к будущей войне по целому ряду направлений, одним из которых было направление дипломатическое. В 138 году на Запад было отправлено посольство во главе с человеком, которого звали Джан Цянь. К кому он должен был прибыть и зачем это посольство вообще было? Дело в том, что мы с вами, может быть, вы помните, говорили про народ Юэджи, которые жили к западу от Китая и в какой-то момент даже создали такую кочевую империю, в которую входили даже и Суну в какой-то момент. В тот момент, когда мы знаем, на каком языке говорили Юэджи, когда они переселились на Запад, про это чуть позже, мы знаем, что они говорили на восточно-иранском языке, и, скорее всего, когда они жили в окрестностях Китая, они тоже говорили на каком-то восточно-иранском языке. И есть очень большая вероятность, что сами себя они называли тахарами. Здесь, собственно говоря, есть некоторая путаница, потому что лет сто назад, чуть больше, при изучении всяких найденных археологами документов в Синьцзяне было найдено несколько до того неизвестных индоевропейских языков, которые сгоряча очень быстро стали называть тахарскими. Потом стало понятно, что, видимо, это были какие-то совсем другие люди, и поэтому сейчас у нас немножко странная ситуация, когда у нас есть Юэджи, тахар, и есть тахарские языки, на которых они не говорили. И, в принципе, их правильно было называть псевдо-тахарские, но так делают не все, поэтому вы можете иногда встретить все равно указания на тахарские языки. Так вот это к Юэджам никакого отношения не имеет. Соответственно, это был один из самых восточных иранских народов, довольно могущественный, но все хорошее когда-нибудь кончается. И в 176 году известный нам Шаньюй Модунь, про который мы с вами говорили, отплатил Юэджам за когда-тошнее у них, значит, пребывание в качестве заложника. Они были разгромлены Сюнну, и даже китайский летописец пишет, что из черепа убитого вождя Юэджи была сделана чаша, из которой Модунь потом, значит, любил пить на перах. Это мы с вами знаем, эту практику по русской истории, по князю Святославу. Вот это все уже тогда было, тоже ее там обделали в золото, и все как положено. После этого было Юэджам понятно, что оставаться, ну, по крайней мере, часть из них оставаться на родных местах не получалось. Часть из них ушла в Северный Тибет, где, видимо, слилась с тибетцами, значит, как-то поучаствовал выход на Генезе. А часть пошла дальше на Запад, как можно дальше от врагов, и спровоцировала такое небольшое великое переселение народов в регионе, потому что они, сами убегая, они гнали перед собой другие, более слабые народы, которые в этих краях проживали. И, в частности, они стронули, например, такие племена, как Усуни, и мы потом с вами поговорим про них, но важнее было то, что они стронули со своих мест восточных скифов, которые называются в более западных источниках Сака. И вот эти самые Сака, они обрушились, в свою очередь, тоже убегая, пошли на Запад и Юго-Запад и прокатились по пограничным регионам Парфии. Это, помните, такое персидское государство, которое было одним из главных врагов Римской империи. И по территории еще одного очень интересного, вот так, кстати, выглядели Юэджи, согласно археологическим раскопкам, это найдено в Северном Афганистане. Это считается, что это портрет юэджистского воина. Видите, голубые глаза, конечно, нельзя не отметить. Соответственно, они, кроме Парфии, они также обрушились еще на одно очень интересное государство, которое существовало в современном Афганистане, в основном и на севере Индии. И называлось это государство Греко-Бактрии. Это было действительно одно из самых восточных эллинистических государств, совершенно замечательными памятниками, которых мы сейчас немножечко знаем. Вот здесь у нас на картинке это капитель из статуи Геракла из городища Айханума, это столица Греко-Бактрии в современном Афганистане. А это замечательная монета, это монета царей Эвкратиды, который правил с 171 по 145, это самая большая золотая монета античного мира, она 169 грамм весит. Я думаю, ее можно было купить, ну и не знаю, весь Узбекистан тогдашний. Ну не знаю, чем нужны такие монеты, это отдельная загадка. Соответственно, вот такое совершенно замечательное эллинистическое государство. И если Парфия от этих Сака сумела отбиться, то Греко-Бактрии повезло меньше. Они с трудом это вторжение перенесли. А самое главное, что вскоре вслед за Сака пришли сами Юэджи, которые закрепились в Фергане. Около 140-го года впервые напали на Греко-Бактрию, а еще лет через 20, это уже чуть впереди тех событий, про которые мы с вами говорим, около 120-го года до нашей эры, они Греко-Бактрию практически уничтожили, и Греко-Бактрийские цари были вынуждены бежать в свои североиндийские владения, где еще лет 200 существовало так называемое греко-индийское государство. Тоже или неинтересное эллинистическое, постепенно оно становилось все более индийским, все менее греческим, но тем не менее это очень интересные вот такие смешанные штуки. Соответственно, Юэджи оказались в районе, на тот момент, когда отправилась посольство Джантьяне, Юэджи находились в районе современной Ферганской долины. И именно этих Юэджи должен был найти Джантьяне, предложить им союз против Сюну. Предполагалось, что они, несмотря на то, что прошло уже 40 лет, будут не против отомстить своим когда-тошним врагам, и Китаю это будет очень в тему. Идея была, в общем, довольно наивная, еще наивнее была попытка ее воплощения, потому что тогда западная граница империи Хань проходила неподалеку, собственно, от столицы Чанань, где-то на границе современных Шэньси и Ганьсу. Как только это довольно фэнси такое посольство Джантьяне, не знаю, сотни человек со всякими плюмажиками, значит, пересекли границу, если они тут же попали в плен к Хунму, который там, это была их территория. Посольство было рассеяно, кого-то там продали в рабство, кто-то вообще пропал. А Джантьяне отвезли далеко на север, где находилась ставка Шаньёя, и представили, значит, правителю. Правителю он понравился, он был человеком светским, вежливым и приятным, и тот его оставил при себе. И следующие 10 лет Джантьяне провел где-то на севере современной Монголии, может быть, даже еще севернее, где ему была дана жена, и единственный человек, который при нем остался из всего состава посольства, это был лучник Ганьфу, который когда-то попал, это был тоже Хунна, когда-то он попал в плен к китайцам, и вот, значит, был придан в посольство в качестве специалиста, и он, как ни странно, к Джантьяне очень привязался и остался при нем. Лет 10 продолжалось, и это довольно почетное, но все-таки заключение. Джантьяне ждал терпеливо, когда ситуация изменится, и действительно, в какой-то момент, лет через 10, у Хунна началась какая-то заметня, им стало не до него, и он в этой ситуации с женой, сыном и, значит, Ганьфу бежал из этих северных краев и отправился куда-то в район современного озера Иссык-Куль, в Киргизии, где кочевали усуни. С усуними он довольно хорошо пообщался, они рассказали ему, что да, Юэджи им знакомы, довольно неприятные, сейчас их надо искать дальше, к югу, в Фергане. Вот так, собственно, ему удалось понять, куда он идет. Около достичь цели своего посольства, самое главное, что он собрал важнейшую информацию. Кажется, посольство Джантьяне – это первый задокументированный случай, когда мы точно знаем, что китайцы узнали о других цивилизованных государствах. До этого мы с вами говорили, что на протяжении всех предыдущих веков истории китайцы, видимо, действительно довольно всерьез были уверены, что они единственные цивилизованные люди, окруженные со всех сторон людьми полудикими, которые живут в совершенно непригодных условиях, и только они умеют пахать землю, строить города, у них есть бюрократия, у них есть деньги, у них есть вообще какой-то порядок. Вот Джантьяне, оказавшись в Фергане, во-первых, познакомился с Юэджами, во-вторых, собрал информацию о соседних государствах, о Парфии, о североиндийских княжествах, о более далеких регионах. И внезапно оказалось, что таких государств, как Китай, довольно много, что есть государства с каменными городами, с землепашцами, с правильным управлением и прочее, и прочее. Это было удивительное открытие, и судя по тому, с каким энтузиазмом об этом пишет Самы Тянь, это действительно была большая новость для Китая. Поэтому, видимо, вот эта датировка 128-127 год до нашей эры, как тот момент, когда Китай узнал о том, что они не одни на этом свете цивилизованные люди, это очень важная дата. Хотя к тому времени уже, в общем, представление о мире у китайцев сложилось окончательно, и сильно на это повлиять не могло. И вот эта крайняя такая вот картина мира с собой в центре, она уже давно сложилась, и тут ничего поделать было нельзя. Но, тем не менее, это была очень важная информация. И, собственно, именно с этого момента мы знаем про название вот этих крупных долгих государств, самих Юэджи Джан Тянь называл, как и раньше, Дася, да, вот это Махарья. Империю селивкидов называли, он назвал Аньси, потом это название перешло на восточные части Римской империи, которая, собственно, империю селивкидов поглотила. Это что-то типа спокойный отдых, что-то в таком духе, то есть что-то такое очень спокойное, комфортабельное. И так потом, собственно, это было одно из наименований для Римской империи в дальнейшем. А, нет, Наврал, прошу прощения. Аньси — это Парфия, а империя селивкидов и, значит, потом Рим — это Дацинь, Великая Цинь. И здесь, видимо, смысл был в том, что это, как и когда-то Цинь, Великая империя на Западе, может, и Цинь на Западе, и при этом по своему степени цивилизованности можно сравнить вот с предыдущей империей, собственно, китайской. Наверное, так. Это одно из объяснений. На самом деле, конечно, мы не очень знаем, почему им были выбраны вот эти названия для обозначения этих иноземных государств, открытых им, но факт остается фактом. Еще интереснее было то, что он в Фергане нашел то, что совершенно не ожидал там увидеть. Он нашел там шелк, который там продавался в довольно больших количествах, стоил многократно дороже, чем он стоил в Китае. И туда специально приезжали даже из Северной Индии, из Парфии для того, чтобы этот шелк покупать. Это было странно, потому что Китай никому шелка не продавал. И, собственно говоря, довольно много времени ушло, чтобы понять, откуда он там берется. Потом стало понятно, что берется он там от Сюмну, которые получали шелк в составе китайской дани. Соответственно, часть тратили на себя, а часть продавали дальше. И поскольку он был редкостным товаром, крайне выгодным для транспортировки, то это был действительно для Сюмнуской империи совершенно находка. И во многом их успехи в войнах с соседями обеспечивались тем, что у них была мощная финансовая подушка, которая им давала вот эта перепродажа китайского шелка. И, соответственно, видимо, Джан Тянь был тем первым китайцем, у которого в голове зародилась, может быть, такая некая спекуляция, но это легко себе представить, вот этот образ того, что потом станет великим шелковым путем. То есть идея о том, как можно много заработать денег, если начать продавать. Вот не эту жалкие крохи, которые получают Сюмну, а вот весь промышленный потенциал китайской империи в области шелкового производства, если его направить на продажу за рубеж, то если увидеть, так сказать, с каждым километром, насколько он дорожает, то как на этом можно хорошо заработать. И было понятно, что, собственно, для этого, чем больше будет контролироваться вот этот путь на Запад, к Центральной Азии, чем больше будут контролироваться китайские силы, тем больше будут барыши, которые будет получать Китайская империя. По крайней мере, мне кажется, что у него такая идея должна была возникнуть, поэтому он отправился домой, вероятно, не очень переживая о том, что он не сумел достичь своей цели как посол, потому что понимал, что информация, которую он обладает, она стоит, наверное, не меньше. Обратно он отправился, как видите, по южной конечности пустыни Такламакан, и здесь все было уже не так хорошо. Он опять попал в плен Кхунна, и в этот раз это был такой настоящий плен, он просидел в яме почти год, у него умерли жена и сын, и только через год ему удалось бежать в сопровождении с единственным этим верным Ганьфу, и вернулся в Чанане только в 125 году. Через 13 лет и примерно 15 тысяч километров, которые остались у него за спиной, причем ему удалось сохранить в верительной бирке, которую он имел как посол, наверное, иначе он никому не смог бы доказать, что это он и есть, потому что, конечно, его давно уже все похоронили. И действительно, несмотря на то, что ему пришлось сказать, что никакого союза не будет, тем не менее император был ему очень рад и богато его наградил, потому что, во-первых, союз уже был не очень нужен, потому что война уже давно шла, и, в общем, Китай справлялся и без союзников, более или менее, а во-вторых, действительно, видимо, вот эта идея шелковой торговли, которая может стать для Китая совершенно неожиданно новым источником доходов, она, наверное, императору тоже пришлась по вкусу. И вот у него уже точно в голове эта идея начала формироваться, и хотя, конечно, ни Джанцянь, ни Уди не дожили до времени, когда Великий Шелковый Путь заработал и стал функционировать, тем не менее, конечно, они были теми, кто, в общем, начал его осуществлять, по крайней мере, после возвращения Джанцяня, очевидно, смещается главный вектор китайской борьбы с Сюно, если до этого в основном воевали на север, потому что, ну, это было понятно, они Сюно были на севере, именно туда надо было направлять свои полки, то Пуно начались всерьез еще доздунга до возвращения Джанцяня в 133 году, но поначалу успехи были невелики, потому что китайская армия не была готова для того, чтобы всерьез воевать, особенно наступательными операциями, заниматься против кочевников. Есть даже довольно-таки комический момент, с которого обычно начинают рассказ про вот этой войны с Сюно, была идея захватить в плен Шанью и, соответственно, таким образом добиться быстрой победы. Было известно, что Шанью каждый год приезжает вместе с ближайшими соратниками в один из пограничных городов на рынок. И вот решили, что, значит, пока войну не объявлять, а захватить его, когда он приедет. Но поскольку, естественно, если бы там просто разместить войска, то Сюно об этом легко бы узнали, то появилась очаровательная в своем наивности идея замаскировать солдат под овец. То есть они должны были пастись вдоль дороги и, значит, в какой-то момент выскочить, как в фильме «Пес в сапогах», и, значит, напасть на этих самых Сюно. Но, естественно, может быть, Сюно во многом не разбирались, но в овцах они, очевидно, разбирались хорошо. Поэтому что-то их насторожило в картине, значит, этих пасущихся животных, и Шанью велел поворачивать обратно. То есть ловушка не удалась, как бы обошлось без большого конфуза, но в целом это живописует вообще, так сказать, насколько работала мысль китайских стратегов, что же делать дальше. После этого стало понятно, что все-таки придется воевать, и несколько лет ушло на подготовку армии, которая способна оперировать в степи. Это была армия, во-первых, с довольно большим количеством кавалерий. Может, было понятно, что соваться в степь без конницы невозможно. Также это была армия, которая обучена в случае нападения вражеской конницы быстро строить повозки в Вагенбурге, то есть то, что у нас называлось «гуляй-города», такая импровизированная крепость из повозок, поставленных кругом, и довольно большую роль играли арбалеты, потому что воины были вооружены арбалетами, и помимо арбалетов личных у них довольно много было таких возимых арбалетов, нечто среднее между арбалетами и арбалистами, такая здоровая штука, которая ставится на повозку и может, значит, там несколько всадников пробить стрелой, если попасть. Все это требовало обучения, и только через несколько лет начались активные операции, но они начались. В 127-м году войска генерала Вейтина выбили сюнну из Ордоса, который они заняли в момент, когда они были сильны, в первые годы Хань. А в 121-м году другой прославленный генерал Уди, который звали Хо-Тюйбин, выбил сюнну из Ганьсу, который тогда назывался Хэ-Си, то есть местности к западу от реки, и это уже как раз была вот эта первая операция, направленная на прорыв на запад. Помимо этого, занятие Ганьсу было важным, поскольку отрезалось сюнну от их союзников Тянов в Северном Тибете, а те не могли теперь координировать свои действия, но главное, конечно, это была вот эта вот первая ступенька в формировании Великого Шелкового Пути. В 119-м году была предпринята это самая известная военная операция этой кампании, так называемое сражение к северу от пустыни. Были сформированы несколько колонн китайских войск из нескольких сотен тысяч пехоты, 100 тысяч кавалерий при 140 тысячах лошадей. Командовали этими колоннами оба лучших военачальника и Вейтин, и Хотьюйбин. Сюнну удалось нанести серьезное поражение. Они потеряли от 80-90 тысяч бойцов. Китайцы потеряли от 20 до 30 тысяч, что удивительно. Обычно соотношения были совершенно другие. Правда, почти всех лошадей, более 100 тысяч лошадей не вернулось из этого похода. Сюнну были разгромлены, было захвачено огромное количество скота. Собственно, разорены основные кочевые земли в районе современной Монголии. И не очень понятно, докуда преследовали Сюнну. Иногда считают, что чуть не до Байкала. И после этого Шаньюй пришлось перевести из ставки основные кочевья далеко на север, в район современной условной Бурятии, за Байкале, где похуже было, конечно, чем в Монголии. И это сильно повлияло на возможности Сюнну как по контролю над союзниками и вассалами, так и вообще по организации новых походов. Это действительно один из самых эффектных таких бросков китайской армии в степи. Он стоил дорого, но, в общем, эффект был велик. При этом надо сказать, что сам император, несмотря на то, что его потом нарекли воинственным, в общем, очень прохладно относился ко всякой романтике фронтовых действий. Сам в основном в них никогда не участвовал. он редко покидал дворец. Он чаще всего проживал в загородном дворце Ганцюань, который был выстроен рядом с Чананью. И со временем этот дворцовый комплекс превратился в какое-то невероятное, роскошное и насыщенное всеми возможными и невозможными, так сказать, комфортными и красивыми сооружениями или искусственными озерами, башнями, беседками, какими-то, значит, специальными бельведерами, где какие-то красавицы, значит, чуть не круглосуточно пели песни. В общем, какой-то рай на земле. Вот, собственно, в этом раю на земле Лючхей пребывал, а воевали за него генералы, из которых наиболее известны те, кого мы с вами уже называли, это Вайтин. Ихотюйбин, надо сказать, что они, в общем, совершенно не должны бы были стать прославленными полководцами. Они были родственниками, Вайтин был дядей Хотюйбину, но по возрасту они были близки, и оба они были незаконно рожденными детьми придворных служанок, и, конечно, максимум до конюхов они должны бы были подняться. Однако потом им повезло, потому что сестра Вайтина, которую звали Вейдзефу, приглянулась императору, сначала стала его наложницей, а потом, родив ему сына, стала императрицей, что, естественно, сразу перевело у всех и родственников принципиально иную социальную страту. И юноши стали офицерами, переведены на северную границу, где показали себя очень быстро крайне храбрыми, одаренными полководцами, которые, собственно, и стали правой и левой рукой императора, что касается военных действий. Хоть Юйбин был из них, пожалуй, самым ярким, он начал командовать войсками чуть не в 17-18 лет и был исключительно победоносным, император его страшно любил, все время пытался устроить его семейную жизнь, но тот всегда ему отвечал крылатой фразой, что Сюм, но еще не уничтожены, к чему же семья. В целом, он такой редкий на самом деле для китайской традиции образ героя-кавалериста, и, видимо, действительно, он во многом был психологически даже ближе к Сюму, чем, собственно, к китайцам. Сохранилась легенда, в Аганьсу есть город Цзюцюань, который буквально его название переводится как «Источник вина». Вот есть легенда, которая объясняет это название, что после очередной победы в этих местах император присылал Хотьюбину кувшин какого-то редкостного вина, и Хотьюбин вылил его в ручей, чтобы, значит, вся армия могла попробовать вкус этого вина хотя бы в таком очень разбавленном виде. Про него при этом есть довольно много других рассказов, где он предстает вспыльчивым, жестоким, высокомерным и прочим, но в целом его, видимо, действительно любил не только император, но и солдаты. Он очень рано умер, в 24 года, ему был построен замечательный мавзолей рядом с мавзолеем, который Уди готовил для себя самого, и вот этот, собственно, статуя, конь, топчущий Сюнну, была поставлена как раз на его мавзолей, причем сейчас все это так максимально музеифицировано, а вот еще сто лет назад, когда этот мавзолей впервые сфотографировал французский историк и путешественник Виктор Сегален, то это выглядело примерно вот так вот, да, и эта статуя, она, во-первых, является первой статуей, самой древней, известной нам китайской каменной статуей, более древние до нас просто не дошли, и, во-вторых, это очень начало очень важной традиции. Дело в том, что в дальнейшем в Китае стало принято выстраивать к мавзолею императора или полководца так называемый путь духа, да, это называется Шэньдао, это такая триумфальная дорога, которая может быть даже очень длинной, вдоль которой стоят статуи, ну, статуи людей, статуи животных и так далее. Вот впервые это было сделано на могиле Хо Цюйбина, это впервые в китайской традиции такая практика фиксируется, от всей этой, значит, дороги остался только конь, видимо, их было больше, но в дальнейшем это вошло в привычку и много где может быть наблюдаемо в Китае. Интересно, что многие исследователи считают, что, возможно, обычай этот был воспринят от кочевников, с которыми Хо Цюйбин воевал, потому что там как раз окружать могил, курган, вождя или выводить к нему линию так называемых балбалов, вот таких каменных камней, которые изображают, то ли врагов, которых победил этот вождь, то ли рабов, которые на этом свете будут ему служить, вот некоторые считают, что эта традиция пошла оттуда. Так или иначе, вот этот конь может и сейчас, его можно сейчас наблюдать, и это, конечно, вполне удивительно. Войтин прожил дольше, поскольку был, видимо, как-то более здоров, он был менее ярким, но тоже очень талантливым, и в итоге дослужился до поста главнокомандующего имперскими войсками, и в течение десятилетий планировал всякие военные кампании уже из столицы. Причем важно, что касается Ордоса, что касается Ганьсу, и туда, и туда направлялись китайские колонисты, и основывались там в освоении Ганьсу, начинается проникновение Китая в так называемый западный край, вот в это то, что он сейчас называется Синьцзян, то есть в цепочку оазисов к северу и к югу от Токламакана, которая была единственным путем на запад для торговых караванов. Естественно, проникновение туда заняло очень долгое время, и закончилось уже после смерти Уди, примерно около 60-го года до нашей эры. Во многом это было связано с тем, что эти оазисы довольно скудные, там невозможно расположить большие гарнизоны, там будет нечего есть и нечего пить, ну и плюс, как вы понимаете, по пустыне перемещаться большими группами, особенно пехоты, это, в общем, удовольствие ниже среднего, поэтому для того, чтобы как следует закрепиться в этом регионе, китайцам приходилось рассчитывать больше на взаимопонимание с местными элитами, на игру, на противоречиях между ними и прочее, это заняло определенное время, но процесс этот начался в это время. Важным свидетельством расширения китайских границ на запад являются сохранившиеся и до наших дней памятники, связанные с укреплением новой границы. Надо сказать, что ханьцы сумели обойтись без строительства, продолжения строительства Великой Стены. Здесь не строилась стена сплошная, а была выставлена довольно умная система из... Вот это, например, сигнальная башня, то есть это такая башня, которая должна была, если с нее замечали продвижение противника, на ней зажигался огонь, и, собственно, им надо было продержаться буквально несколько часов для того, чтобы этот огонь заметили чуть глубже. Чуть глубже в китайскую территорию находились небольшие крепости, вот считается, что это остатки одной из таких, которая, собственно, должна была заметить этот сигнал и передать сигнал о тревоге глубже и продержаться пару дней, пока еще чуть глубже соберутся более серьезные силы. Еще глубже находились крепости совсем большие, где, соответственно, уже можно было встретить врага во вся ружь. То есть чем дальше пробирался враг, тем больше было сопротивления. Ему это полностью соответствует и современной военной науке. Это было дешевле и не менее эффективно, чем, собственно, сплошная стена. Ну и удивительно, конечно, что эти вещи сохраняются до сих пор, потому что на западе Ганьсу, где это все сфотографировано, довольно сухо. Это уже, в общем, такие пустынные районы. И, видите, это все как раз показывает, насколько долговечны вот эти землебитные китайские портификации. Их использовали по прямому назначению вплоть до 11, 12, 13 веков эти ханьские крепости, потому что, ну, если они стоят, чего же их не используют. Интересно, что, хотя, как я вам говорил, полный контроль, насколько возможно, полный контроль Китая над западным краем, это было дело еще далекого будущего, тем не менее, уже в правлении Уди произошла очень яркая экспедиция, про которую полезно знать, потому что она довольно хорошо показывает и возможности китайской армии в это время, и, собственно, ее мотивации. Дело в том, что в 115 году Джан Циане опять отправили в посольство, в этот раз к Усуням, с той же задачей, как и раньше, убедить их заключить союз против Сюмну. Усуни отказались, поскольку они закономерно боялись, что координация вряд ли возможна, и тогда они рискуют, значит, заключив союз, сначала встретиться с Сюмну один на один, и пока китайцы об этом узнают, уже, в общем, для Усуни будет поздноват. Поэтому, так сказать, они отказались, но рассказали Джан Цианю о том, что немножко на юге, тоже, видя где-то в районе современной Ферганы, почему-то он при первом поездке об этом не узнал, существует государство, которое называется Давань или Даюань. Некоторые, мы мало что про него знаем, археологически оно уверенно не фиксируется. Некоторые считают, что это тоже было какое-то государство с заметным греческим влиянием. Некоторые считают, что в этом названии как-то, значит, Иония присутствует. Так или иначе, это не важно, а важно то, что они были знамениты своими лошадьми. Жан-Тянь, вернувшись, рассказал Уди максимально подробно про этих лошадей, и они назывались небесными лошадьми, они назывались лошадьми, потеющими кровью, говорили, что они наполовину драконы, что они огромные и красивые, могут бежать там тысячу ли, значит, не уставая, и император, конечно, захотел. Дело в том, что очень большой проблемой для Китая, как мы уже с вами говорили, в войне с Сюмом был лошадиный состав армии. Лошадей гибло огромное количество, их все время не хватало. Даже основанные на северной границе 36 государственных пастбищ, где государственные рабы выращивали чуть не 300 тысяч лошадей, все равно, значит, этого не хватало. Настолько, что было введено правило, что если семья выращивает боевую лошадь и передает государству, то трех мужчин из этой семьи освобождают от военной повидности, от транспортной повидности, что, в общем, совсем немало. Это показывает, что лошадей не хватало. Это во многом было связано с тем, что китайцы, конечно, не очень хорошо умели их немножко офенсив, но на самом деле это близко к тексту, потому что даже сейчас монгольские лошади, они крайне выносливы, невероятно умны, но назвать их красивыми и крупными скакунами никто не сможет, потому что они маленькие и не очень авантажные. Соответственно, конечно, Уди нарисовал себе мгновенно картину, как он посадит свою армию на этих замечательно гигантских лошадей и как он будет их разводить и как его враги наконец-то увидят, какова китайская армия и, значит, падут вниз. Соответственно, в 104 году в Дайюань, которая отстояла от самой западной китайской заставы тогда на более чем, наверное, тысячу километров, причем почти все эти тысячи километров по пустыне с редкими оазисами, был отправлен экспедиционный корпус под командой генерала Ли Гуан Ли, примерно 6 тысяч кавалеристов и 20 тысяч пехотинцев. Им удалось дойти до Дайюани, но погибло по пути слишком много народу, поэтому штурмовать город они не решились и вернулись. Император не стал гневаться и в 101 году был снаряжен новый корпус во главе с тем же самым Ли Гуан Ли с еще большей армией. Несмотря на то, что примерно половина солдат погибла в пути, тем не менее оставшуюся хватило на осаду и через 40 дней город сдался. Побежденные признали себя вассалами китайского императора и выдали 3 тысячи лошадей. Далеко не все лошади перенесли дорогу по пустыне, но все-таки кого-то из них довели, император был крайне доволен, всех, значит, наградил, написал стихотворение по поводу этих лошадей и надо сказать, что образ вот этих прекрасных лошадей с запада, он очень важен, так сказать, очень прочно отразился в китайской традиции и потом, например, уже в 14 веке, когда Китай посетил кардинал Мариньоли, он тоже привез тогдашнему, значит, монгольскому императору каких-то западных лошадей, то про это тоже написали стихотворение, была нарисована картина, которая сохранилась в императорской коллекции, и, конечно, все вспоминали вот когда-то как вот Уди таких лошадей получил, вот теперь они вновь, значит, вернутся. Конечно, толку из этого никакого не вышло, потому что, если вы не умеете разводить монгольских лошадок, то, конечно, вот этих вот, видимо, каких-то предков халтыкинцев у вас точно не получится разводить, но в целом это очень яркая такая кейс, который, во-первых, показывает, что в это время китайцы могли организовывать экспедиционные корпуса, которые могли преодолевать такие экстремальные расстояния в экстремальных условиях и решать боевые задачи, но в то же время часто это делалось в таких чисто волюнтаристских целях, конечно, не достойных таких массовых жертв, но, тем не менее, что называется, могли. И это в общем, про это полезно знать. Около 105 года до нашей эры, то есть еще до вот этих всех походов за лошадьми, союз с усуньями все-таки был заключен, с ними был подписан договор о мире и родстве, в этот раз это был договор не вассальный, а такой, как бы, мотивирующий. Их правителю была послана настоящая принцесса, вот это усунь так пишется, значит, им была послана принцесса Си-Дзюнь, которая, правда, очень тосковала по дому и вскоре умерла, но ничего, ей на смену в 101 году была послана принцесса Дзюнь, которая была внучатой племянницей Уди по линии одного из мятежных принцев времен восстания Семи Уделов, и она как раз была первой принцессой, которой удалось то, что когда-то значит, визуализировал Лоудин. Она стала, она была настоящей принцессой, хотя очень отдаленной, она стала женой правителя, и потом последовательно становилась женой двух его преемников, она переходила как бы по наследству вместе с троном, родила им всем троим шестерых детей, и была постоянно главой китайской, прокитайской партии при Усуньском дворе, и довольно успешно боролась с влиянием другой жены, которая была дочерью Сюнуского, Шанью, и, соответственно, вот они представляли каждый интерес своих правителей. 50 лет она там выполняла свою эту непростую задачу иностранного агента, и в 51 году, когда ей было уже, видимо, значит, где-то за 70, ей было разрешено вернуться, и она умерла в Чанане, значит, наконец сменив юрту на положенный китайский дворец, так что даже некоторый хэппи-энд такая совершенно кинематографическая история. В общем, все эти усилия в итоге дали результаты, хотя уже не при жизни Уди, но тем не менее около 80-го года удалось, значит, поскольку в очередной раз обострили соотношения между Сюну и Усуньями, те попросили у Китая помощи, в 71-м году была реализована вот эта давнишняя мечта о совместной атаке, с юга Сюну пятью колоннами атаковали ханьские войска, с запада Усуни, с востока Ухуани, с севера Дин Лин, и все это были бывшие вассалы Сюну, которые наконец-то, значит, решили повоевать со своими господами, и действительно Сюну были разгромлены очень эффектно. Еще через некоторое время, в 57-м году у Сюну случилась гражданская война за трон, и в итоге империя распалась на несколько княжеств, и в 53-м году до нашей эры Шань Юй Южных Сюну признал себя вассалом Китая. Часть Сюну стала таким казачеством на границах Ханьской империи, в правах таких федератов, значит, защищали китайские границы. Еще раз, это, конечно, было уже сильно после того, про что мы с вами говорим, но, конечно, это было следствием усилий дипломатов Уди, и в том числе Джан Тянь, который ездил туда много раз. Надо сказать, что Усуни в это время вообще находились под довольно заметным китайским влиянием. Помимо принцессы, видимо, им поставлялось в том числе и оружие, в частности, арбалеты, и кажется, что через Усуни они даже просто попадали и дальше. Например, китайские, причем не китайского образца, а прямо сделанные в Китае арбалетные замки и арбалетные стрелы находят в том числе в сарматских материалах в Павлужи и в Причерноморье. Некоторые, кстати, сарматов связывают с Усуними. Как я понимаю, это одна из гипотез, но так или иначе то, что через Усуни вот это китайское оружие могло попадать дальше на Запад, это вполне возможно. Ну и высокое доверие. Вообще-то, китайцы старались арбалеты никому не продавать. Они понимали, что это оружие, которое один из их козырей. Но у Суни тем не менее было можно. Надо сказать, что Уди воевал далеко не только с кочевниками. Он был также активен и на других фронтах. И в частности, в 111 году китайским армией было ликвидировано известное нам царство Нань Юэ, которое, помните, было таким вьетским государством в южном современном Китае и на севере Вьетнама, где правили китайской, правила китайской династии, вообще китайские элиты. Надо сказать, что в начале отношения были дружественные. В 135 году Уди даже помог Джао Мо отбить атаку Минь Юэ, но затем после смерти Джао Мо прокитайская партия при дворе стала слабеть, потому что все эти китайцы немногочисленные все больше растворялись во вьетах, и было принято решение, решительные действия предпринимать. При этом было понятно, что по суше может оказаться слишком сложно, поэтому это тоже, в общем, говорит о Буди довольно интересно. Была предпринята попытка организовать, наверное, первый в истории корпус морской пехоты для этого было выкопано озеро Хунминши в императорском парке, и там посменно тренировались команды вот этой будущей морской пехоты, которые должны были уметь сходить с кораблей и решать какие-то боевые задачи, и действительно корпус этот был подготовлен, и в 111 году помимо нескольких сухопутных армий действительно был высажен у Пань Юй, у современного Гуанчжоу был высажен морской десант, который вполне свои задачи решил, и на Ньюе пало, вскоре к империи была присоединена и Миньюе, это были такие вьетский союз племен в районе современной Фудзиани, хотя до самого конца Хань регион был такой формально присоединенный к империи, городов там почти не было, но тем не менее хоть как-то, а в 109 году удалось добиться воссалитета государства Дзянь, это примерно современная Юньнань, и по-моему наверное часть Бирмы современной, это вот были успехи на юге и юго-западе, третьим же фронтом была Корея, еще в 128 году туда была отправлена первая экспедиция, в начале все шло хорошо, но через два года войска пришлось эвакуировать, потому что корейцы были известны в качестве крайне сложной публики для завоевания, но Уди было трудно сбить с Панталыку, и в 108 году была отправлена очередная экспедиция, и в этот раз удалось занять весь север Корейского полуострова, там было организовано четыре военных округа, два вскоре пришлось оставить, но все-таки это было впервые, когда китайцам удалось надолго закрепиться на севере Корейского полуострова. Вообще завоевания Уди считаются, пожалуй, самыми масштабными в китайской истории, ему насчитывают 4,4 миллиона квадратных километров, которые он присоединил к империи, и это, конечно, с походом, потому что туда засчитывают и всякий западный край, который при нем еще не был присоединен, а только началась его такая некоторая попытка там навести мосты, поэтому, конечно, 4,4 это много, но в любом случае даже если брать то, что уверено, то есть завоевание Нань Юэ и колонизованные, ставшие китайскими Ордос и Гань Су, то это все равно очень и очень много, и, конечно, это один из самых знаменитых таких воинственных императоров в истории Китая, хотя и сам он, как мы с вами уже говорили, особенно не воевал. Естественно, все это стоило дорого. При Уди началось очень быстрое увеличение налоговой нагрузки. Налоги повышались в 129, 119, 97 годах до нашей эры. В основном налоги повышались на торговцев. Мы с вами говорили, что, в принципе, низкие налоги, которые были установлены при предшественниках Уди, в общем, позволяли определенную свободу, свободу рук давали, то есть было куда увеличивать, но, тем не менее, летописцы отмечают, что жить, конечно, становилось тяжелее. В 118 году была проведена денежная реформа и были введены новые монеты, которые назывались Уджу. Это, собственно говоря, просто обозначение их веса. Это 3,2 грамма. Это были первые массовые монеты в истории Китая. Мы с вами говорили, что монеты появлялись еще в Джанго, но вот Уджу мы с вами находим даже в крохотных деревеньках. То есть это действительно были те монеты, которых хоть сколько-то было даже у самых бедных крестьян. И действительно в это время меновая торговля во многом была вытеснена почти, да, денежная экономика распространилась почти про всей империи. Считается, что со 118 года до нашей эры по пятый год нашей эры, когда они были на время отменены, было отлито что-то порядка 28 миллиардов монет по 220 миллионов штук в год, поэтому их до сих пор подлинные, очень легко купить, значит, во всяких антикварных лавках, потому что все-таки 28 миллиардов это много, да. Они были основой монетной системы Китая вплоть до 7 века нашей эры, поэтому это, в общем, в думизматике такая довольно большая дата. Естественно, ввод новой монеты тоже во многом был связан с попыткой увеличить доходы казны, потому что денежная экономика, она иногда тяжеловата для крестьян, но для казны она очень удобно. Помимо увеличения налогов, в 119 году была введена государственная монополия на добычу соли и выплавку железа, а в 113 были введены монополии на литье монеты и в 98 на изготовление вина. Надо сказать, что система государственных монополий была, с одной стороны, крайне выгодной, давала большие деньги в казну, с другой стороны, она была, она тяжело отражалась на людях, может, это были косвенные налоги, которые били как раз по потребителям, и что было еще важнее, это была прямо-таки проклинаемая на протяжении десятилетий льгистская практика. Государственные монополии придумали с Истинши Хуаномы. Вот то, что Уди их вернул, это, конечно, показывает либо его крайнюю, значит, незакомплексованность, либо действительно серьезные проблемы в казне, которые требовали вот таких вот крайних мер. Во многом, поэтому Уди, несмотря на свою такие прямо былинные успехи, в общем, в китайской традиции остался как правитель, оцениваемый скорее негативно, потому что вот помимо признания всяких его заслуг обязательно отмечается, что несмотря на то, что народ стал жить тяжелее, он сам жил в какой-то нечеловеческой роскоши, значит, строились сотни дворцов, и хотя это, конечно, во многом тоже было подражание Цинши Хуана, вернее, вот такой, да, можно с вами говорить, такой троп в китайской летописной традиции, такой вот правитель, который много воюет, он обязательно также много строит, да, потому что это с одной стороны объясняется тем, что, опять же, ему, конечно, как когда Цинши Хуану надо было показать, что империя может построить то, что до этого никто не делал, если там в Индии и Дзиндии жили скромно, то мы можем себе позволить жить как угодно, но в случае с Уди, это, ко всем прочему, еще и было действительно его личным большим пристрастием к комфортной жизни, Цинши Хуан в дворцах почти не жил, а Уди прожил жизнь долгую и насладился своими возможностями сполна, и это отмечают летописцы, поэтому этого не перевешивают, скажем, даже его заслуги в стихосложении, сохранилось довольно много его стихотворений, он был хорошим поэтом, но вот поминают ему это, а также крайний интерес к достижению бессмертия, вот это тоже осталось в памяти, Сымы Тянь с большой явной иронией перечисляет всяких юэсских шаманов и прочих других негодяев, которые постоянно ошивались при императоре, которым выдавались деньги на достижение островов бессмертия, мы с вами говорили, что возможно то, что рассказано в этом плане про Цинши Хуан, это на самом деле должно относиться к Уди, к какие-то ему там варили киски навари, какие-то что-то там золотые значит эликсиры и прочее. Вот то, что осталось в качестве такой части китайской культуры, это статуя, по совету, один из его советников посоветовал поставить в саду бронзовую статую с таким вот блюдом над головой, якобы там собиралась роса, эту росу собирали, император ее пил, должно было продлить его жизнь. Ну, вряд ли это работало, но во всех позднейших императорских парках, в том числе в парках последней Манжурской династии, вот такой дядька всегда стоит. Это вот такая вот, как в западных парковых ансамблях обязательным элементом была, значит, копия Аполлона Бельведерского и Дианы Охотницы, вот, значит, в китайских императорских парках это вот этот бронзовый человек с блюдом, это все вот такой аммаж к Уди. При этом, кстати, это тоже не мешало ему строить огромную могилу, его мавзолей Маолин, самый крупный из всех ханьских мавзолеев, поэтому вот тут трудно сказать, насколько его склонность к бессмертию правда, насколько это некая вот такая вот шпилька, которая самотянь ему оставила и таким образом, конечно, сильно повлияла на его образ в дальнейшем, но поскольку он все-таки прожил действительно долгую жизнь и правил он больше 60 лет, да, почти, то, конечно, он, в общем, наверное, хотел пожить подольше, и он прожил довольно долго, хотя, как мы с вами знаем, и не вечно, но это вот это стремление пожить подольше тоже ему аукнулось в дальнейшем. Надо сказать, что некоторой проблемой было, вернее, стало наследование. Дело в том, что у Уди был старший сын, сын, его звали Людзю, он был 128 года рождения, он был сыном вот той самой Вейдзефу, которая была императрицей, сестрой Вейтины, теткой Хотьюбины и так далее. Как часто бывает, к концу жизни император к ней охладел, с сыном отношения к Боле тоже непростые, потому что Людзю был таким, может быть, сторонником учения Хуанлау, то есть он считал, что надо меньше воевать, больше экономить, меньше напрягать народ, и у них с отцом довольно часто появились по этому поводу столкновения, но в основном он ему доверял и наследник почти всегда, например, управлял столицей, потому что он управлял столицей, когда император был вне ее, а император был в нее почти всегда, потому что он почти всегда жил в загородном дворце Гань Цюань, так что, в общем, он ему доверял. Ситуация несколько стала более нервной в 94-м на резиденции матери Яо и все такое. Многие, конечно, говорили, что он, наверное, вот этому позднему, плоду поздней любви оставит трон и так часто бывало, поэтому это вполне могло быть и хотя это не происходило, но, конечно, как бы, осадок оставался. Не то, что не оставят на их местах, а может быть, даже и придется им распрощаться с какими-то частями тела. В итоге Дзян Чун, который был нечем, чем-то типа начальника тайной полиции при Уди и главный Евнухсу Вэнь замыслили заговор. Это было в 91-м году и вот люди Дзян Чуна с разрешения Уди провели обыски в ряде дворцов, в том числе в дворце императрицы Вэйдзефу и в дворце самого наследника. Обыски были проведены крайне бесцеремонно, там вскрывали полы, взламывали стены и, главное, были найдены предметы, которые были истолкованы как принадлежности колдовские. А надо сказать, что в эти последние годы Уди крайне боялся человека черной магии и довольно много народу уже распростились с жизнью из-за того, что у них люди Дзян Чуна нашли что-то такое подозрительное. И Людзю был, конечно, в шоке и тем, как происходил обыск, и самим фактом обыска, и тем, что было найдено. И посоветовавшись с советниками, он предположил, что, возможно, Уди уже умер, что просто вот Дзян Чун и Сувэнь пытаются, как когда-то, как когда-то после смерти Цэнь Шихуана, они пытаются извести его, чтобы посадить на престол своего человека, а на самом деле он уже законный император. Он думал отправиться в Ган Цюань, чтобы разобраться, в чем дело, но ему сказали, что, конечно, вы полминайте, если, сытно, вы правы, император умер, то вас там просто убьют, поэтому делать так не нужно. Поэтому, наоборот, он решил не ехать, а действовать сам. Один из его людей выдал себя за посланника Уди, который якобы давал право наследнику казнить Дзян Чуна, что им было с удовольствием произведено. Сувэньу удалось бежать, и наследник стал вооружать столичных жителей, чтобы продержаться вот какое-то время до того, как станет как смерть императора, уже нельзя будет дальше скрывать. Императору доложили. Он, зная, что у Дзян Чуна с наследником плохие отношения, отправил людей посмотреть, что происходит, но те увидели только то, что ворота столицы закрыты, вооруженные люди ходят по стенам, сообщили императору. Тот уверился в том, что наследник восстал, пришел в крайне раздражение, в крайнее раздражение, отправил туда армию во главе со своим племянником, первым министром, Лю Цюмао. Пять дней длились уличные бои в столице, и летописец пишет, что кровь лилась в ров, это показывает, что система сброса нечистот, которая работала в столице, она, значит, вполне функционировала, хотя не для этого ее делали. И в итоге, конечно, было понятно, что наследник был обречен, тем более, что стало ясно, что если Лю Цюмао так действует, так решить, значит, император действительно жив, и это такие мятежи. Кончилось это в итоге тем, что к столице пала, Вейдзефу покончила с собой, когда к ней пришли с письмом от императора о том, что она не зложена и более не императрица, наследник бежал со сыновьями, спрятался в крестьянском доме в Хэнане, но его узнал местный мелкий чиновник, дом был окружен, и на Сэнь Цюм написал ему рапорт, что во сне ему явился Любан, который сказал, что наследника надо было выпороть максимум, но никак не убивать. После этого Уди стал активно раскаиваться, Сувэня закопали живьем, всю родню Дзян Чюна перебили, Лю Цюм был выстроен храм, и, значит, Уди написал несколько стихов, где он публично каялся с тем, что он был слишком резок, стал проводить кое-какие реформы, которые наследник когда-то еще просил, то есть ограничение расходов на армию, снижение налогов и прочее. При этом, как ни странно, единственный оставшийся в живых потомок по мужской линии наследника Лю Цюм, это был его внук, отметим, потому что в 37 лет у него уже был внук, все это время оставался в тюрьме. Значит, Уди его оттуда не доставал. То ли он про него забыл, то ли считал, что, значит, раскаяние раскаянием, а это тут ни при чем. Но, в общем, так или иначе, факт остается фактом. В 88-м году Уди заболел, стало понятно, что жить ему остается недолго, наследника по-прежнему назначены не было, у него было двое сыновей постарше, но он считал их неуважительными, и в итоге таки назначил того самого Лю Фулина, от которого все это во многом и началось. Причем указ о его назначении наследником содержал, во-первых, указание на то, что назначается, да, вот и он, собственно, по его посмертному имя потом будет Джао Ди. Указом о его назначении наследником приказывалось казнить его мать Джао Ди Юй, наложницу Джао. Это было сделано для того, чтобы она и ее родственники главные не претендовали на власть, поскольку по хайнским правилам регентом должна была бы быть назначена мать, если она жива. Вот тут, значит, ее в живых не было, поэтому ее можно было регентом не назначать. Такая довольно людоедская, но остроумная логика. Так что ей довольно дорого стоило назначение ее, значит, сына наследником. Поскольку можно было не назначать ее, то был назначен регентский совет. Это довольно редкая практика в древней истории. Рыгинский совет из трех человек. В него вошли Хо Гуан, Шан Гуан Дзе и Дин Миди, про которого мы знаем немного, в частности, то, что он был этническим Сюн. Но это, на самом деле, довольно интересно показывает, что значительная часть Сюннуской знати в это время уже довольно заметно интегрировалась в китайские элиты. И вот, значит, в 87-м году после смерти Уди Лю Фулин Джао Ди стал императором при вот таком регентском совете, поскольку сам он был совсем небольшим и, конечно, править сам не мог. Помимо регентов, среди которых главным был, в общем, Хо Гуан, хотя это особенно не акцентировалось, довольно большую роль играла принцесса Эи, которая была сестрой императора и заменила ему мать, которую у него, дальше, как мы помним, казнили. Дин Миди довольно скоро скончался. Перед смертью ему присвоили титул Хоу, и после его смерти оставшиеся два Регента Хо Гуан и Шан Гуанзе также решили друг другу присвоить титул Хоу, потому что, ну, иначе не своего друга-дробь соперника, но Шан Гуань был довольно хорош в интриге, он подключил к этому принцессу Эи, которой было обещано, что если все удастся, то ей разрешат выйти замуж за ее любовника, и она была очень заинтересована, и в итоге все-таки им удалось Хо Гуана продавить, и в 1984 году маленькая Шан Гуань стала сначала наложницей, а в 1983 императрицей. Ну, понятно, что, еще раз повторю, чтобы не говорили, что я тут рассказываю какие-то ужасные вещи, это был сугубо формальный брак, который должен был стать настоящим только потом, когда они вырастут. Это, естественно, действительно усилило положение Шан Гуаней, отец императрицы, сын Шан Гуаня, где получил титул Хоу, они стали получать всякие титулы, и, как пишет летописец, вести себя, в общем, довольно высокомерно. Однако до поры до времени Хугуана это не слишком волновало, он занимался всякими важными проблемами, в частности, он отменял постепенно всякий налоговый гнет, который в свое время был введен УДИ. У нас сохранился очень интересный документ, который представляет собой запись дискуссии, прошедшей в 1981 году до нашей эры, между сторонниками и противниками государственных монополий. Сторонникам, они там, все сторонники и противники, они все там без имен, но в стороннике легко угадывается Сан Хун Ян, который был таким довольно ярким практически легистом и в свое время эти монополии вводил. Вот он, значит, как раз их защищал, а другие, значит, были против. Эта запись, эта сохранилась у нас, это называется Ян Хелунь, спор о соли и железе, и она переведена на русский язык Юрию Львовичем Кролем, опять же, значит, всячески направляю, потому что это очень интересный источник не только по философии, но и по экономике ханского времени, и замечательно, что он сохранился. В итоге, значит, монополии эти были отменены, были несколько сокращены налоги, и, в общем, вроде как это позитивно повлияло на качество жизни, на качество жизни населения. В 80-м году конфликт Хогуана и Шангуани-Дзе постепенно стал разгораться, и сформировался круг заговорщиков, в которых, помимо Шангуани, вошел также Санхуньян, который, значит, переживал за свои отмененные монополии, принцессы Ии, которые все никак не разрешали выйти замуж за любовника, и Яньский Иван Людань, который был старшим братом императора и обижен был тем, что его не сделали императором, во-первых, а во-вторых, был обижен на отмену государственных монополий, которые составляли значительную часть бюджета у дельных князей. Соответственно, первый их, якобы, их хитрый план состоял в том, что Людань прислал императору донос на Хогуана, в котором говорилось, что он злоупотребляет властью вообще казнократ, предполагалось, что начнется расследование Хогуана, пока поместят, значит, в СИЗО, и там с ним что-нибудь случится. Однако в этот момент император Джауди, которому было всего 14 лет, показал себя очень мудрым человеком, он вызвал к себе Хогуана и никуда не выпуская его из тронного зала, при всех сказал, что, конечно, тут ничего нет, никакого основания, потому что Людань слишком далеко находится, чтобы знать о многих деталях сообщенного в доносе, то есть этот донос от кого-то другого, от кого сказано не было, но так или иначе его не надо принимать к сведению, поскольку это, очевидно, какие-то злопыхатели. После этого заговорщики якобы решились на следующее, предполагалось, что принцесса пригласит Хогуана на пир, там его убьют, низложат Джауди и сделают императором Людань. Однако об этом узнала служанка принцессы, которая их выдала, после чего заговорщики были арестованы, все Шангуани были казнены, кроме собственной императрицы, принцессе и Люданю было разрешено покончить с собой, и вот таким образом Хогуан уцелел. Хотя, конечно, откровенно говоря, я думаю, что гораздо более вероятно, что как раз весь этот заговор был насценирован тем самым Хогуаном, которым надо было избавиться от докучных конкурентов за власть, а в летописи попало это как вот такой, значит, сорвавшийся заговор, хотя, которого, может быть, скорее всего, и не было. После этого Хогуаном была инициирована целая волна репрессий, довольно много кто пострадал, в том числе ставники Шангуани, но, в общем, это была такая его заключительная фиксация во власти, и действительно, после этого он правил уже ни на кого не отвлекаясь, абсолютно полноправным правителем. В 1974 году Джао Ди умер, не оставив наследников, в начале императором был избран 18-летний внук Уди, которого звали Люхе, он был старшим из внуков, однако он проправил всего 27 дней, после чего Хогуан отстранил его от власти, якобы за то, что стало известно, что когда-то он охотился и ел мясо в дни траура по Уди, но на самом деле было понятно, что он взрослый, он стал продвигать своих людей, и Хогуан решил, что ему, пожалуй, еще рано на покой, и поэтому он был отправлен обратно в свое удел, между прочим, от него сохранилась его нефритовая печать, что не так часто бывает с людьми, которых мы видим в летописках. В итоге Хогуан выбрал в качестве следующего императора человека, которого звали Любиньи, и он стал, его посмертное имя Сюанди, как ни странно, мы про этого человека уже с вами знаем. Это тот самый многострадальный внук, не менее многострадального мятежного наследника Людзю, и жизнь у него была непростая. Действительно, сразу после смерти отца, он единственный его оставшийся в живых потомок, был брошен в тюрьму, он был буквально грудным ребенком нескольких месяцев от роду, и, конечно, он бы там умер, потому что в тюрьме довольно трудно так вырасти совсем. Однако, начальник тюрьмы его пожалел, ему были выданы какие-то рецидивистки, которые сначала его кормили, значит, грудью, а потом воспитывали, и таким образом он выжил. Более того, еще сложнее было еще один раз, когда как-то еще был жив Уди, и вдруг он увидел над тюрьмой радугу и спросил, в чем же дело. Ему сказали, что говорят, это значит, что там будущий император. Уди не стал разбираться, кто там такой сидит, он точно знал, что ему не нужен будущий император, который сидит в тюрьме, поэтому было велено всех, кто сидит в тюрьме, убить. Ну, такой иродовский такой вариант. И только, что и было сделано, но в последний момент тот же самый начальник тюрьмы успел этого несчастного Любиньи перевести в другое здание, и поэтому он уцелел. Только во время Джао Ди его выпустили из заключения и стали давать немножко денег на образование, но в принципе он вырос, конечно, как человек, скорее, простолюдин, причем с такой, значит, тюремным прошлым. Вот именно его выбрал Ху Гуан, потому что, с одной стороны, он был человеком взрослым, с другой стороны, было понятно, что он будет благодарен погром жизни, надо сказать, что сразу после его воцарения Ху Гуан подал прошение об отставке, но Сюанди этого прошения не принял, и по-прежнему вся власть практически принадлежала Ху Гуану, его сыну и другой родне были даны всякие важные посты, и вообще, конечно, император его побаивался. Есть довольно характерная история. Дело в том, что Лю Биньи, когда еще не был императором, он был женат на обычные женщины. И, когда он стал императором, ему всячески стали намекать, что можно бы оставить предыдущую жену в прошлой жизни, а тут жениться на дочери Ху Гуана и быть приличным человеком. Он боялся отказаться, но стал всем встречным и поперечным спрашивать, не знают ли они, где его меч, которым он пользовался, когда был еще простолюдином. И спрашивал он настолько всех, что в какой момент это стало известно Ху Гуану, и тот понял, что имеется в виду, что он просит разрешения оставить себе предыдущую жену. Ну, это было позволено. Но сам способ, которым император просит, чтобы ему оставили жену, какая у него есть, показывает, что, конечно, он был человеком не слишком в этот момент самостоятельным. Императрица умерла в 71-м году родами, и летопись обвиняет в ее смерти жену Ху Гуана, которая была, значит, зла, что ее дочь не стала императрицей. И, действительно, через некоторое время, в 70-м году императрицей стала дочь Ху Гуана, которая, правда, была, в отличие от предыдущей, крайне расточительной. Императору, в общем, не особенно нравился. В 68-м году Ху Гуан скончался. Император и императрица присутствовали на похоронах. Это была совершенно невероятная вещь. Ему был построен огромный мавзолей. Император стал больше решать, чем раньше, но родня Ху находилась на своих местах и особых изменений в общем не было. В 67-м году наследником императора был провозглашен его старший сын от покойной жены, а не сын, значит, дочери Ху Гуана, не внук Ху Гуана, чем вдова Ху Гуана якобы была очень раздосадована и даже пыталась научить дочь, как этого, значит, сына отравить, но у той не получилось. Но император стал об этом известно, так же, как и вроде бы об участии вдовы Ху Гуана в отравлении его первой когда-тошней жены. После этого постепенно он стал отдалять от себя родственников из дома Ху и менять им посты важные на посты громкие, но реальной властью не нагруженные. После этого якобы в 66-м году клан Ху стал готовить заговор, поскольку, значит, боялись расплаты, но это было раскрыто, весь клан был казнен, императрица была незложна, через 12 лет получила приказ уехать в ссылку и в ответ покончила с собой. Надо сказать, что вот это вот расправа с семьей Хо, хотя летописцы не оспаривают справедливость, тем не менее они, в общем, это скорее указывают в минус императору Сюанди, которого в остальном довольно положительно оценивают, поскольку все-таки понятно, что здесь заговор был не очень вероятен, это такая некоторая неблагодарность, но тем не менее. В принципе, правление Сюанди было отмечено выдвижением талантливых советников, заботой о народе, он был такой тоже явно сторонник вот этого Хуан Лао Сюэ и старался быть гуманным, в частности, он, например, даже сменил себе имя, поскольку вот этот знак Бин, который у него, его Бин Йи, он означает болезнь, и этот знак очень используем, да, а надо сказать, что в это время существовала практика, по которой личные имена императоров, входящие в них знаки, табуировались, их нельзя было использовать, и, по-моему, мы с вами даже об этом говорили, собственно, везде объявлялось, какие знаки у нас табуированы, поскольку, значит, считалось, что кто-то знает личное имя императора, может ему навредить какое-нибудь там колдовство, и, ну, на мой взгляд, это вот такой очень парадоксальный момент, когда мы не очень понимаем, как думали древние люди, потому что, ну, мне кажется, самый неэффективный способ сделать неизвестным, значит, имя императора, это на каждом перекрестке объявлять, какие у нас знаки табуированы, да, потому что тут уж содержать, то есть вот тоже такая вот практика скорее свойственная направлению Хуанлао. В 46-м году по его приказу был оставлен Хайнань, поскольку там все время были восстания, и содержать там войска было дороже, чем налоги, которые с этой провинцией собирались, и это, в общем, тоже такой, то, что характерно для таких положительных правителей, которые вот эти внешние завоевания, в общем, высоко не ценят. При нем выплачивались пенсии бедным, выплачивалась помощь начинающим купцам, то есть то, что когда-то делал, например, в Индии, вот эту традицию мы с вами уже отлично знаем. На многие важнейшие посты были выдвинуты конфуцианцы, хотя отец его их недолюбливал, и его правление во многом с точки зрения придворной жизни ознаменовалось противоборством между конфуцианской партией, во главе которой стоял Люсян, мы с вами про него говорили, это был библиотекарь, глава императорской библиотеки, очень крупноконфуцианский ученый, а противостояла им придворная фракция во главе с секретарем императора Хоу-Гуном и главным Евнухом Шисянем. Летописцы пишут, что, значит, вот конфуцианцы требовали попытаться возродить джунские порядки, и из этого выстраивали свою политику, а придворные были такие более легистски настроены, более практичные, но, конечно, как пишут летописцы, которые были конфуцианцами, в основном они хотели запустить руку в казну. Но это вот такая всегдашняя история, потому что летопись всегда очень нервно относится к неконфуцианцам у власти, всегда их обвиняют во всех грехах, поэтому здесь надо к этому относиться философски. Так или иначе, в придворной интриге, конечно, конфуцианцы удар не держали, и уже в 1947 году учителей императора конфуцианцев удалось от власти отстранить, они были изгнаны и разжалованы, один из них даже покончил с собой, император на все это взирал без особого интереса, и затем в течение следующих более чем десятилетий несколько раз при дворе появлялись новые конфуцианские деятели, которые каждый раз либо изгонялись, либо переходили на сторону придворных, потому что в искусстве интриги они, конечно, сделать ничего с придворными не могли. В 1936 году была достигнута очень большая победа над Сюнну, которая прошла практически незамеченной. Китайский генерал Чентан, который командовал войсками далеко на западе, подделал приказ губернатора и отправил свое подразделение в район реки Тарас, это в современной Киргизии, где ему удалось, вот так он, Чентан, где ему удалось не только разгромить войско Сюнну, но и убить Шаньюя Джи-Джи, это был единственный Шаньюй, который погиб от китайского оружия, его засоленную голову Чентан привез в столицу, его не наказали, губернатор признал, что этот приказ неподдельный, хотя он был поддельный, но приняли его в столице крайне холодно, потому что в это время всякие внешние войны считались, в общем, крайне неважным делом, поэтому никто не стал его сильно за это награждать, но хоть не наказали, то хорошо. В 1933 году Юань Ди умер, ему наследовал его сын Лю Ао, чье посмертное имя Чен Ди. Ему было немного лет, и при нем Рыгинши была назначена его мать, императрица Ван Джин Дзюни, с этого момента начинается эпоха правления рода Ван, которая заняла несколько десятилетий и, в общем, продлилась до конца западной хани. В принципе, сама императрица не слишком интересовалась властью, все было передано ее братьям, а потом всяческим племянникам, пока менялись поколения. Они были, в общем, ничего, хотя, конечно, больше заботились об интересах семьи, чем об интересах государства. Чен Ди в основном запомнился как экстремальный, даже по меркам довольно живиальных ханьских императоров, любитель женщин. Тут, видимо, во многом была виновата его мать, императрица Ван. Дело в том, что у него никак не появлялось сыновей. И, конечно, она, как каждая мать, считала, что это не в нем дело, а дело в тех, значит, с кем он спит. Поэтому она постоянно поставляла ему новых девушек, и он как-то, в общем, в итоге втянулся и уже, значит, сам продолжал в этом направлении. Примерно в 19-м году до нашей эры в гостях он увидел танцовщицу Джао Фэйянь, ее имя означает «Летящая ласточка», и она одна из таких легендарных красавиц китайской древности говорят, что ее коронным номером была она танцевала на ладони силача, который вот так над собой держал, и вот она на ладони, значит, танцевала. У нее была не менее красивая сестра, которую звали Джао Хэде. Вот они обе настолько приглянулись императору, что он сделал их своими наложницами, что уже было скандалом, потому что, ну, как бы танцовщица это только такое слово. Понятно, что они не только и не столько даже танцевали, и наложницами им становиться было, конечно, совершенно невместно. Они, попав во дворец, немедленно провели очень эффективную интригу, обвинили императрицу в колдовстве, она была низложена, и в 16-м году Джао Фэйянь стала императрицей, ну, чего просто не могло быть никогда. Их родственники, представляю, какие-то были родственники, получили массу постов, потому что так было положено, при этом сыновей императора все равно по-прежнему не было, и в итоге в 18-м году данный ашер он назначил наследником своего племянника. В 17-м году вскоре после этого император неожиданно скончался, ходили слухи, что от передозировки афродизиаков, которые ему дала Джао Хэде, с ним случился удар, тут же пошли слухи, что некоторые наложницы таки рожали сыновей, но сестры их и заводили. Джао Хэде после этого покончила с собой, возможно, именно потому, что была невиновна. Так или иначе, престол занял племянник Чэн Ди Лю Синь, как еще посмертное имя Ай Ди. Императрица Ван приняла титул Великой Императрицы и осталась Регентом, потому что ей хотелось посмотреть, чем это все покончится дальше. Ай Ди, надо сказать, правил вначале неплохо, с постов были отстранены все члены дома Джао, оставили в покое только Джао Фэйянь, но ее через некоторое время попросили покончить с собой. Основные посты в это время по-прежнему находились у ванов, то есть у представителей дома Ван, но и сам Ай Ди интересовался страной и, в общем, вызывал определенный оптимизм после Чэн Ди, который интересовался только одним, и это была совершенно не страна. Однако продолжались придворные интриги, в частности, своего куска пирога требовала бабушка нового императора, который вступил в конфликт с императрицей Ван. Ванам даже пришлось отдать несколько постов новой семье, но в итоге вот эта постоянная борьба вокруг отбила у молодого императора всякий интерес к власти, он перестал интересоваться администрированием, возможно, впал в какую-то депрессию, так или иначе, примерно в это время, в четвертом году до нашей эры, произошло событие, которым больше всего отметилось правление императора Айди, а именно он влюбился в мелкого чиновника, которого звали Дунсянь. Надо сказать, что вообще наличие каких-то странных молодых людей в окружении ханьских императоров это не новость для летописцев, даже у Вэнди, который, значит, абсолютная икона, был какой-то человек, с которым он спал, ну, спал, да, дальше свечку не держал, но в частности про него есть довольно трогательная, немножко неприятная история, что в старости у Вэнди появились нарывы, и этот, значит, человек ему их высасывал. И как-то он, император спросил его, как думаешь, а кто меня больше всех любит? Ну, конечно, наследник престола. И тут пришел наследник престола, и Вэнди сказал ему, а высоси-ка мне нарыв. Тот высосал, но без особого удовольствия, и тот понял, что, конечно, больше всего любит вот этот вот, значит, человек, который спал с ним в одной постели. Ну, это были как бы компаньоны. Вот в случае с Дон Сианом это было абсолютно, все было очевидно, и его быстрый взлет привел к тому, что даже ему стали, даже чиновники совершенно, так сказать, обычные стали ему подражать, стали пудриться, завиваться, украшать прическу, значит, всякими цветами и прочее. Так или иначе, он действительно сделал очень быструю карьеру, во втором году до нашей эры в возрасте 22 лет он стал главнокомандующим, ему был выстроен дворец, он с женой был переведен в столицу, и рассказывают историю, которая вот тут даже изображена на картинке, что как-то император, проснувшись, заметил, что, значит, Дон Сиан спит на рукаве его халата, и не желая его будить, он, значит, велел себе отрезать этот рукав, и поэтому в дальнейшем в китайской литературе вот такие вот гомосексуальные отношения, они назывались дуансил джипхи, то есть страсть отрезанного рукава, потому что вот это действительно была такая настоящая любовь. В первом году Дон Ашер и Айди, это, кстати, один из немногих императоров, у которого посмертное имя такое скорее порицающее, это значит такой скорбный император, или император, по поводу которого стоит печалиться. Он скончался, говорят, что он на смертном адре приказывал передать престол Дун Сиану, но тут, конечно, все было без шансов, императрица Иван завладела государственной печатью, Дун Сиан был лишен постов и покончил с собой вместе с женой, и наследовал императору его двоюродный брат, которого звали Людзи Цзы, а посмертное его имя было Пхинди. Причем регентом при нем был назначен человек, про которого мы с вами должны были сегодня говорить много, но, к сожалению, в виде в основном будем говорить в следующий раз. Человеком этим был Ван Ман. Надо сказать, что начнем немножечко все-таки, чтобы хоть чуть-чуть оправдать аннотацию, которая была мной написана. История Ван Мана довольно интересна, потому что она написана его не то, что недоброжелательными, а просто лютыми ненавистниками. Он был племянником императрицы Ван, родился он в 45-м году до нашей эры и очень сильно отличался от своих кузенов. В то время, как они были, все остальные молодые представители рода Ван боролись за посты при дворе, были золотой молодежью, ходили в разноответных шелках и вообще всячески прожигали жизнь. Он ходил в костюме конфуцианского ученого. Это была не бравада, потому что он почти все время проводил в библиотеке с Люсяном, потом его сыном Люсиним, читал конфуцианские тексты и действительно, видимо, стал довольно квалифицированным человеком в области конфуцианской учености. Более того, он совершенно не интересовался никакими постами при дворе, и, что было едва ли не скандальным в это время, у него была всего одна жена, у него было никаких наложниц, что тогда не было просто ни у кого. Более того, он был известен как крайне хороший родственник, он трогательно ухаживал за своей матерью, опекал вдову и детей брата, когда заболел его дядя Ван Фен, который был главнокомандующим, он у его постели сидел просто-таки не выходя, день и ночь, и тот, умирая, попросил свою сестру, императрицу Ван и как-то пригреть человека, потому что уж такой хороший, и действительно после этого он получил пост в императорской гвардии, но в общем совершенно не был этому рад. Тут очень трудно понять, как на это смотреть. Летописцы его описывают как такого тортюфа, который чуть не 50 лет корчил из себя святошу и идеального человека для того, чтобы наконец захватить власть в руки. Я считаю, что это, конечно, несколько преувеличено, потому что в то время, когда люди жили не так, как сейчас, до 50 лет разыгрывает тортюф, в общем, было довольно рискованно. Можно было не дождаться выигрышного билета, но тем не менее, вот так сказать, факт, что человек этот отличался от остальных, это совершенно очевиден. Чем выше пост он получал, а в дальнейшем карьера его двигалась как положено представителю Дома Ван, тем скромнее он становился. Деньги тратил в основном на благотворительность, на книги и прочее, и прочее. В 2008 году, в 37 лет, не очень рано, он стал главнокомандующим. При этом пробыл он им недолго, потому что как раз в это время началась борьба между императрицей Ван и бабушкой императора Айди, и вот одним из постов, которым Вана были вынуждены пожертвовать, был пост главнокомандующего. Ван Ман его потерял и отправился в ссылку в свое имение, но, как это иногда бывает, несмотря на то, что он был не в столице, он продолжал быть влиятельным, к нему в имение постоянно ездили люди советоваться, и он как бы все время участвовал в ситуации. Во втором году до нашей эры во дворец стали доставлять сотни петиций простых людей и чиновников, чтобы его вернули в столицу. В итоге Айди пошел навстречу этим петициям, он был возвращен в столицу, никаких постов не получил, но влияние его росло, поэтому его назначение регентом при малолетнем Пхенди было, в общем, вполне закономерным. А вот чем это регентство отметилось для Китая, мы с вами подробно и с удовольствием, я надеюсь, займемся в следующий раз. Мы с вами чуть-чуть опаздываем все время по сравнению с тем, что я планирую рассказать, но я надеюсь, что в какой-то момент мы все-таки не опоздаем слишком сильно и так в основном будем влезать в наш с вами хронометраж. У меня все, я готов ответить на вопросы, если они появились. Да, давайте. Сейчас, секунду, вам дадут микрофон, нас ругают, что потом на трансляции не слышно вопросов. Скажите, на период, когда у Китая были противники Вьетнам и Средней Азии, было ли сообщение о Вьетнаме и Средней Азии, чтобы как-то соединить силы? Нет, вы знаете, я думаю, это почти невероятно, потому что между ними Гималайей и Тибет, и поэтому нет. Ну, более того, все-таки это были очень разные государства, да, Нань Юэ, которые так контролировали Северный Вьетнам, все-таки было тоже китайское государство, поэтому они могли с какими-то соседними юэсцами, значит, пытаться, пытаться какие-то союзы заключать, ну, конечно, с какими-нибудь Сюнну, значит, или Усуньями, это сейчас бы они могли бы им там написать в Твиттере, а и тогда это было крайне затруднительно. Собственно, вот эта фигура Джанцзяня такая интересная, потому что был едва ли не единственный человек, который вот тогда там легко путешествовал на эти тысячи километров и, значит, договаривался с какими-то совсем другими народами, все-таки это тогда было почти невероятно, вот такая и мобильность, и способность разговаривать, поэтому нет, тут видите, даже когда мы с вами говорили про восстание Семи Уделов, там говорится о том, что эти восставшие, значит, Сюнну якобы вступили в сговор, это почти наверняка просто еще один камушек в их огород, что вот они были такие негодяи, что даже Сюнну вступили в сговор, я не думаю, что они реально Сюну посылали людей, потому что это все-таки чисто логистически было очень трудно, чтобы не попасться и скоординироваться, в общем, это все такие союзы, они, может быть, хорошо выглядели в голове, но реализовать их на самом деле было трудно, помимо того, что трудно заключить. А вот во время правления УДИ как обстояло с флотом, мог ли Китай южнее спускаться в те страны, в которые сейчас... Сейчас у Китая есть возможность гидрополитики, то есть контролирование стран, которые южнее. Вот УДИ мог ли отправлять туда армию по воде для контроля территорий? Ну, вот видите, на самом деле вот эта вот морская операция по ликвидации на Нью-Е, где участвовал флот, это практически первая крупная военная операция морского флота китайского. Вообще, собственно, всякая история китайского флота, она, по-моему, обычно начинается вот именно морского флота, обычно с этой истории, может, до этого у нас нет никакой информации. Нам вот есть этот вот рассказ про этого Сюйфу, который там для Циньши Хуана плавал, значит, в Восточный океан, но это, скорее всего, байки, да? Вот здесь вот это довольно хорошо описано, поэтому это, в принципе, действительно Китай впервые становится морской державой, и если ваш вопрос мог ли, наверное, мог, да? У него был флот, если вы можете, у вас есть флот, который может высадить десант в Гуаньчжоу, то дальше, конечно, может высадиться там и в Сайгоне, да? Но, который тогда не был, ну, там, в Южном Вьетнаме, дальше, да, вдоль берега, по крайней мере, конечно, могли плавать. Но информации у нас нет. То есть, кажется, все-таки, вот после ликвидации на Ньюэ, дальше это ничем не кончилось. То есть, мы не знаем про какие-то крупные военные, военную экспансию дальше. Но теоретически такая возможность была. И, конечно, когда Пань Юй стал частью империи, то, естественно, это во многом усилило позиции Китая в Южно-Китайском море. И это тоже там некий этап в освоении вот этого региона Южно-Китайского моря, которое сейчас такую роль играет. Но информации у нас об этом нет. То есть, вроде бы, все-таки каких-то, по крайней мере, крупных, крупных экспедиций точно не было. Что, там пишут что-нибудь? Да. Я спрашиваю, насколько можно доверять династийным историям? Они составлены на основе каких-то реальных источников прежних времен? Или это просто позиция автора или авторов династийной истории? Ну, смотрите, династийная история или стандартная история, официальная история, они, их тут всегда зависит от каждого конкретного текста. У нас есть, например, авторские истории, вот там, например, Хань-Шу, который написал Бань-Гу, потом есть Хоу-Хань-Шу, история поздней Хань, который написал Фанье в четвертом, по-моему, веке. Иногда они могут действительно отстоять на довольно значительное время, и тогда, конечно, нужно разбираться, потому что они, в общем, старались использовать настоящие документы, но в каждом конкретном случае их возможности могли быть разными. Но такой нормативный случай, который в средние века особенно часто проявляется, это, ну, после ТАН, например, уже очень четко выработалось, как только новая династия приходила к власти, один из первых указов это о составлении истории предыдущей династии. Соответственно, им выдавались архивы, которые, ну, все-таки обычно как-то сохранялись, они, вот работая со всякими даже иногда подневными записями, которые могли накапливаться там десятилетиями, веками, они вот как-то это все дистиллировали и создавали некий текст. Причем, иногда, опять же, это были авторские тексты, иногда это был коллектив авторов, и, ну, вот, например, если взять историю Юань, историю монгольской империи, которая, казалось бы, должна быть самой такой враждебной, мы только что монголу выгнали, уж сейчас мы напишем про них такую историю, что они, значит, долго не забудут. По факту, это совсем не так, потому что это был коллектив авторов, им дали, типа, полтора года, и они настолько торопились, что они даже не успели это все свести, то есть у них нет общей редактуры, у них каждый отвечал за свой кусок, и нету, у них есть противоречия внутри, потому что они даже не успели, значит, все это свести воедино. Более того, они так торопились, что часто они просто использовали подлинные юаньские тексты, никак их не переделывая, то есть они просто историю, поэтому это, конечно, не панегирик монгольской династии, но это и не панфлет, то есть это во многом такое собрание настоящих юаньских документов, которые, в общем, не очень с заметными стыками, не очень изящно вместе собраны, поэтому это на самом деле очень хороший источник, в котором нету такой особенно заметной авторской позиции. И таких случаев было довольно много. Тут часто играла роль все-таки вот этот вот конфуцианский подход к тому, что историк не должен раздавать ярлыки, а должен постараться быть объективным, по крайней мере, формально, да, и, во-вторых, да, это часто бывало, часто требовали от них работать быстро, и поэтому они особенно не успевали вот выстроить какую-то свою авторскую позицию. В общем, факт в том, что среди стандартных историй у нас нету, или, по крайней мере, я сходу не могу вспомнить ни одного примера вот такого, что мы бы ожидали в европейском случае, да, если бы люди писали историю тех, кого они только что сожрали, да, то есть вот такого какой-то критики, очернения, попытки оправдать то, что мы их убили, да, вот ничего такого обычно нет. Это вот такой какой-то позитивный момент конфуцианской историографии, они до этого не опускались. Это иногда было связано, как еще раз говорю, там, с спешкой там и недостатком времени, но, в общем, короче, стандартная история это сравнительно хороший источник. Да, конечно, когда они отстоят на несколько веков, нужно смотреть, что у них было в руках, что они выдумывали, а что они брали из текстов ближе созданных, и у нас есть примеры, когда там есть, конечно, всякая необъективность и конструирование исторического процесса, а не его описание, но в целом, если сравнивать с западными и с многими другими китайскими, стандартная история это источник довольно хороший, то есть с ним работать можно и нужно. Хорошо, когда есть чем его проверить, но, в принципе, это хороший тип источника. Насколько сильно было влияние идеологии новой династии на описание истории старой? Ну, вот я, наверное, немножко ответил на этот вопрос. Это бывает по-разному и есть, конечно, примеры идеологизированного описания. Например, в средние века была такая очень интересная императрица Уцзетянь, которая даже титул императора себе присвоила. И она, конечно, в стандартных историях описана довольно негативно, потому что... Но тут, скорее, сыграло роль не то, что эти истории описались при следующей династии, а с тем, что, конечно, контуцианцам женщина на троне это была абсолютно кость в горле, они никак по-другому не могли ее описать. То есть тут, естественно, традиционное историописание, оно всегда идеологизированное. Но в целом, сформулирую так, можно было бы ожидать гораздо большей степени субъективности идеологизации. В среднем стандартной истории это очень ценный источник, в котором огромное количество данных. Естественно, мы не можем это брать, ну, как бы, историческая наука, она потому и наука, что мы не можем брать какую-то вещь и говорить, о, отлично написано, возьмем отсюда и не будем больше нигде смотреть. Мы всегда должны сверять, всегда должны сравнивать, сопоставлять. Но в целом, стандартная история это замечательное такое вот наследие китайской историографии. Всегда для любой династии, у нас, для любой империи первый источник это стандартная история. Они хорошие. Были идеи по захвату государств на западе от Китая или же это было слишком далеко? Ну, вот видите, до Юаня они доходили, хотя, видите, даже гарнизоны оставить все-таки было далековато. Но идеи, может быть, и были. Я допускаю, что могли там разрабатываться идеи действительно там и захвата каких-то государств Центральной Азии. Но вот помимо такого влияния, потому что, видите, вот до Юань дошли, потом вот этот Чечень-Тан, он там, значит, в районе современной Киргизии довольно успешно с суммой воевал. То есть, они много чего могли себе позволить. и в Западном крае, в Оазисах они контролировали ситуацию временами довольно хорошо. Но все-таки там слишком здесь недружественные вот современный Синьцзян, он во многом, конечно, защищал государство Центральной Азии от такой китайской аннексии, потому что просто самая необходимость провести туда большую армию, она практически не решалась. Поэтому я думаю, что даже если идеи и были, то, в общем, реальных попыток, вот кроме вот этого похода за лошадьми, который был именно за лошадьми, а не за Дайвань, мы, в общем, не знаем. И это всегда была проблема. Это была проблема и в Притан, которые тоже довольно уверенно себя чувствовали там и в Киргизии, и в Памире, но такой прям настоящей аннексии не могли себе позволить. За редким исключением там были кое-какие китайские поселения на территории Семеречья, да, вон там в современной Киргизии, но это были исключения. Просто то, что через пустыню протащить люди и трубы. Продолжение следует...